Всем большой привет, с вами Даша, вы у меня на канале YouTube, и сегодня я решила устроить вот такое домашнее уютное видео в спальне с разговорами про беременность. В этом видео я вам расскажу все, что мне кажется важным и интересным про первый и второй триместр. Возможно, кому-то, кто сейчас только узнал о своей беременности, моя история покажется полезной. Возможно, какие-то моменты, которые я расскажу, они развеют какие-то ваши переживания, какие-то наоборот. В общем, мне хочется поделиться максимально естественно и правдиво обо всем, что и как оно было. И также я в запрещенной соцсетке давала окошко, куда можно было задать вопросы, которые я постараюсь тоже осветить в этом видео. Поэтому это будет некий микс между моим рассказом и ответом на ваши вопросы про первый и второй триместр беременности. Начну я с того, наверное, что узнала я о беременности достаточно рано, то есть срок был 2-3 недели. У меня просто-напросто была задержка 2-3 дня, и я сделала несколько тестов, и по результатам этих тестов увидела две сомнительные полосочки. Первый тест я просто подождала 3 минуты, второй полоски не было, оставила в ванной. Через час увидела, что там призрачная полоска какая-то появилась, когда хотела выкинуть тест с забытой на умывальнике. Ну и, естественно, сделала еще несколько, и они все показали уже положительные. Взяла более точные, более такие чувствительные тесты. Я опущу где-нибудь по экрану, что за чувствительные тесты я брала, и вот один электронный прям вот написал мне, что беременность 2-3 недели. Это был, конечно, шок. Я просто рыдала. На самом деле это слезы и счастье, и шока, и просто так много эмоций, что ты не можешь их как-то по-другому выплеснуть, что ли. То есть это был бы либо истерический смех, либо слезы. У меня все в слезы, я очень чувствительная, очень эмоциональная, поэтому в любой непонятной ситуации я буду плакать. В общем, это тоже не стало исключением. Я подробно рассказывала про то, как узнала при беременности, все вот такие эмоциональные моменты в другом видео. Наверху оставлю вам ссылочку, если вдруг вы его не видели, зайдите, посмотрите. Там есть реакция моего уже мужа, моих подруг, и много-много всего такого душевного, интересного. Так как на момент, когда я узнала о беременности, мы с моим молодым человеком на тот момент находились в разных странах, и у меня через два или три дня был куплен билет уже в Турцию к нему на месяц примерно, я решила потерпеть два-три дня, не рассказывать, и рассказать уже там на месте. И поэтому я знаю, что многие не рекомендуют в первом триместре перелеты какие-то, и дальше мы к этому еще вернемся. Но я для себя не видела вообще никакого другого расклада событий, как прилететь и сказать об этом лично. Поэтому я просто с очень позитивным настроем, без каких-либо негативных мыслей, села в самолет и полетела в Стамбул. Благо лететь недалеко, поэтому через пять, по-моему, с половиной часов я уже была в Стамбуле, все рассказала. Мы находились в Стамбуле на протяжении, по-моему, трех или четырех недель. За это время, как раз в Стамбуле, мы ходили на все первые УЗИ. Кстати, хочу вам сказать, девочки, что как только я узнала про беременность, естественно, на следующий день я побежала сдавать, во-первых, кровь на ХГЧ. Если тест еще может ошибаться, кровь на гормон ХГЧ, я об этом ничего не знала, поэтому, надеюсь, моя информация реально будет полезна кому-то. Тест на ХГЧ покажет, действительно, у вас наступила беременность или этот тест сошел с ума. ХГЧ у меня показала достаточно высокие уже показатели, значит, это точно была беременность. Я пошла на УЗИ, хотя мне все говорили, там ничего не будет видно, и действительно, на сроке 2-3 недели еще получается вот эта маленькая частичка, которая потом станет человеком, ваш эмбриончик, он еще не прикрепился в матке, и его не видно на УЗИ, даже черненькой точке не видно, он еще там идет по всем вот этим вот трубам, не трубам, в общем, его не видно, поэтому на сроке 2-3 недели не идите на УЗИ, это бесполезно. Вы только расстроитесь. Ну, я знала, на что я иду, пошла просто для галочки, и ничего, естественно, там не увидели. И первое УЗИ, на котором была видна какая-то точечка, это, по-моему, было... Я посчитала, получается, на сроке 4,5 недели акушерские именно, то есть от первого дня последних месячных. Вот от этого дня на 4,5 недели уже была видна вот эта вот черненькая точечка, что плод прикрепился, и можно выдохнуть, хотя бы чуть-чуть выдохнуть. Конечно, первые недели были самыми волнительными, и я особо с трепетом ждала первое сердцебиение. Это ровно 6 недель акушерского срока. И, конечно, когда ты слышишь это сердцебиение, то все как-то становится на свои места, и прям камень с души падает, и ты такой, все хорошо. Потому что вначале меня, на самом деле, я вот почувствовала это уже после, что обилие информации, которые я посмотрела, обилие видео, которые я посмотрела, это было для меня больше грузом, наверное, нежели помощью, потому что я была такая загруженная тем, что очень много существует случаев замерзшей беременности, очень много случаев, когда тест показывает, а на самом деле ничего нету, или ждешь 6 недель, а сердечко не начинает биться, и так далее, и так далее, и так далее. Так много всего. И я вот вначале как раз переживала, наверное, больше всего пока что за всю беременность. И когда услышала сердце, все стало как-то на свои места, знаете, все стало хорошо. Хорошо. А затем в начале 20-х чисел ноября, тоже числа, наверное, 24-го, кажется, ноября, мы вернулись в Москву. На следующий день мы рассказали родителям. Все были безумно счастливы, все плакали, это было так мило, так трогательно. Но на следующий день или через день, это было где-то 24-25 ноября, я с утра готовила завтрак, и просто ничего не перенапряглась, ничего тяжелого не поднимала и так далее. Я просто готовила завтрак и почувствовала, как по ногам сечет кровь. В общем, это был, пожалуй, второй страшный момент, наверное, моей беременности. Первый это первые недели до сердцебиения, второй это вот когда по ногам потекла кровь. Я, естественно, передумала кучу всего в этот момент, что как бы все закончилось. Мы сразу просто руки в ноги полетели на УЗИ, приехали на УЗИ, меня посмотрели, и у меня был диагноз ретрохориальная гематома. Что это такое? Я тоже, естественно, о существовании такой штуки никогда не знала. Это некий синяк, некая гематома, которая может образоваться просто из-за чего угодно. Но мне сказали, что это могло быть что угодно, могло это спровоцировать. Это супер распространено. То есть это может быть от недавнего перелета до, простите, вы просто вставали с кровати, как-то где-то перенапряглась мышца, и появилась эта гематома, потому что плод на этом сроке очень маленький, и ничего не стоит, по большому счету, эта гематомия появится. И мне даже сказали, что это вплоть до того, что это может быть от оргазма. От чего угодно может появиться эта гематомка. Можете посмотреть другие видео на ютюбе от врачей. Я потом много тоже смотрела, которые рассказывают более подробно про эту тему. Но мне хотелось как раз этим поделиться, потому что у девчонок, у блогеров я ни у кого не встречала именно эту тематику. И если вдруг у вас идет кровь, то не пугайтесь так сильно. Это может быть, что не все так плохо. Это может быть вот эта гематомка, которая нормально потом рассасывается, и вы живете с ней. Как видите, я на седьмом месяце, у меня все в порядке. И эта гематома, она как бы не рассасывается до конца, но она приходит в такое спокойное состояние, вы спокойно с ней живете, она никак абсолютно не мешает вашему ребенку. В этот момент меня, скажем, положили на сохранение, но не в больницу, а дома. И на протяжении почти двух недель я не вставала с кровати. То есть я вставала с кровати только вот дойти до туалета. То есть максимально мне прописали постельный режим, там, половой покой и все остальное. И я просто, просто лежала. Честно, лежать я задолбалась максимально. Я очень устала лежать, но я понимала, что раз доктор, скажем так, прописал, то нужно выполнять. Поэтому я выполняла. И через две недели я просто встала и начала потихоньку гулять, ходить, и все было в порядке. Больше забегая вперед, скажу, что никаких осложнений беременности у меня не было. И на этом моменте мне хочется остановиться, наверное, поподробнее в плане того, что, ой, мне кажется, что психика беременной женщины, беременной в первый раз особенно, на ранних сроках, она настолько уязвимая, она настолько хрупкая. Мы столько всего себе надумываем, столько всего боимся, что без дополнительной какой-то психологической помощи здесь просто не обойтись. И даже если вам кажется, что вам не нужно, вам нужно. Я, как только узнала про беременность, я, на самом деле, давно достаточно, где-то полгода была не в терапии, но как только я узнала, что я беременна, я поняла, что мне это будет нужно. Это будет лучше мне, будет лучше всем вокруг меня, будет лучше ребенку, потому что все лишние свои эмоции, переживания и все остальное я лучше буду сгружать на психолога, и он будет это разбирать, и, скажем так, расставлять в моей голове все по полочкам, нежели я буду вредить себе и будущему ребенку, и вообще всей своей семье, своими нервами, и зачем все это надо. Мне кажется, на самом деле, что моя беременность так легко проходит, в том числе благодаря тому, что я в стабильной терапии. В начале первые, первый триместр я была два раза в неделю на терапию у психолога, и сейчас я перешла на один раз в неделю, потому что я максимально стабильна. И если бы вот у меня спросили, Даш, какой маст беременность? Маст – это психолог, честно. Вот без психолога первую беременность точно нет. И если у вас еще нет своего специалиста, своего терапевта, то я вам очень хочу порекомендовать один классный сервис, он называется Alter. И для того, чтобы им воспользоваться, вы вначале заполняете анкету, где вы указываете все свои проблемы, с которыми вы хотели поработать, и приблизительную стоимость специалиста, на которую вы рассчитываете. Средняя вообще стоимость одной сессии – 2500 рублей, что на самом деле очень и очень недорого. В Alter работают более тысячи специалистов, практикующих, профессионалов с очень большим опытом работы. У них профессиональное образование, они постоянно проходят супервизии и повышают свою квалификацию. Конечно же, помимо профессиональных навыков, безумно важен вот этот коннект между специалистом и клиентом. Я как человек, который очень давно в терапии, может на 100% это подтвердить. Поэтому у Alter есть и видеовизитка каждого специалиста, есть и в анкете каждого специалиста их какие-то личные истории, чтобы вы могли выбрать себе вот тот самый подходящий мэйч, с которым вам будет комфортно. Alter сделает все, чтобы вы почувствовали себя лучше. И у них 9 из 10 клиентов находят своего психолога уже на первой сессии. А чтобы сделать первый шаг было чуточку проще, у меня для вас есть именной промокод Каблук, который я пускаю по экрану, который дает вам 20% скидку на первую сессию. Переходите по ссылке в описании, я вам оставила ссылку на Alter, либо же сканируйте QR-код, пускаю тоже по экрану. И знайте, что ваша гармония и качественная жизнь, она гораздо ближе, чем кажется. Я буду постепенно вплетать ответы на вопросы в свое видео. Так вот, вопрос. Самочувствие, только честно. И был ли токсикоз? Еще один вопрос. У меня токсикоза не было ни одного дня. Вы знаете, настолько я чувствую себя зашуганной обществом, что беременность, это должно быть обязательно что-то очень тяжелое, это обязательно плохое самочувствие, это обязательно какая-то болезненность, что мне даже как-то немного неловко, что ли, неуютно говорить про то, что, блин, девчонки, а у меня вот все хорошо. И это абсолютно искренне, я ничего не утаиваю. Вот все, что было плохое, все, что было сложное, я вам рассказываю, как оно есть. И если бы у меня был токсикоз, я бы так и сказала, что он у меня был, я бы, поверьте, это скрывать не стала. У меня токсикоза не было ни одного дня, меня не тошнило вообще, у меня не было отвращения от запахов. То есть, допустим, у меня параллельно со мной две подружки беременные, и у одной на 4 недели больше, у другой, по-моему, на 6 недель больше, чем у меня. И все страдали. Все страдали токсикозом, все страдали от того, что, не дай бог, какой-то запах чуть больше среднего, там даже кофе запах, не только там мясо или рыбы, кофе просто начинало тошнить, мутить, плохо, хочется лечь и умирать. У меня такого не было вообще. То есть, я ела всю ту же еду, что ела и до беременности, я чувствовала себя так же в целом хорошо, как и до беременности, и я все это время смеялась, на самом деле, особенно первые 4 месяца, что если бы у меня месячные не закончились внезапно, и тест не показал положительный, то я бы и не знала, что я беременна, потому что настолько неочевидные симптомы, точнее, их практически не было. Да, у меня потихоньку начала увеличиваться грудь, но очень медленно, и даже сейчас она у меня там не достигла какого-то третьего размера, да, то есть, при весе в 56 килограмм, у меня грудь была первого размера, такой, нулевой-первый, скажем. Наверное, к концу первого триместра она была полтора размером, то есть, там не такие глобальные изменения, и сейчас, мне кажется, что до двойки она все равно не дотягивает, ну, может быть, с натяжечкой, у меня широкая, очень грудная клетка, широкая спина, и если брать мои параметры, грудь, талия, бедра, даже в худом состоянии, у меня грудь 89 при нулевом-первом размере груди, то есть спина очень широкая, поэтому у меня грудь сама, она, скажем так, рассредоточена по грудной клетке, достаточно обширно, то есть она не компактная, концентрированная, она такая достаточно объемная, если брать именно окружность, да, груди, поэтому, возможно, я не замечаю таких резких изменений, конечно, вот если в массе ее подсобрать, она выглядит намного массивнее, чем была, но в общем и целом, я не могу сказать, что прямо у меня стала огромная, большая грудь, посмотрим, что будет дальше, но уже как бы мы на моменте седьмого месяца, сейчас у меня шесть с половиной месяцев, знаете, я не жалуюсь, то есть я всегда говорила, что я любительница маленькой груди, мне очень нравится, как смотрится аккуратная маленькая грудь, и я рада, что у меня все-таки не стал какой-нибудь третий-четвертый размер, и, соответственно, это дает мне надежду, скрещиваем пальчики, что у меня грудь вернется в мое прежнее состояние, там ничего нигде не провиснет, нигде не появятся лишние растяжки, поэтому я очень рада этому факту. А, по поводу самочувствия еще хотела вам рассказать, по поводу симптомов. Несколько раз у меня было такое состояние, вот, особенно это было в первый триместр, это было в Москве, это был декабрь, то есть, получается, первый, второй, это третий месяц, середина декабря где-то, это начало третьего месяца, неделю или полторы я просто лежала на диване. это такое, знаете, состояние, когда вам настолько ничего не хочется ни делать, ни разговаривать, ни есть, вот не хочется ничего, но состояние не такое, что у вас депрессия, и как будто утопиться, да, то есть у меня обычно, если состояние, что мне ничего не хочется, для меня это очень тревожно, для меня это как бы намек на депрессивные какие-то эпизоды, да, А здесь такого нет, вы просто в состоянии тотального бессил, то есть нет сил даже думать о чем-то, вот настолько все силы, видимо, уходят на формирование новой жизни в какие-то определенные моменты, что ты просто лежишь такой, ну, я полежу еще один день. И то есть, и лень даже включить телевизор, лень даже посмотреть сериал, я такой лени не испытывала никогда в жизни, хотя я в целом люблю лениться, и я не считаю это чем-то зазорным, лениться очень полезно, это дает нам перезарядку, это дает нам силы для того, чтобы дальше фигачить, работать и так далее, но тут это была какая-то особенная лень, и если выделять какие-то вот именно симптомы беременности, то это 100% относится к беременности, это не надуманно, я про это нигде ни у кого не слышала, это вот именно я прочувствовала полностью на себе, и такие эпизоды у меня возвращались несколько раз. То есть, периодически я снова ловлю себя на моменте, что вот, да, я снова чувствую то состояние, и я такая, просто буду лежать, отлично, я знаю, что это, я знаю, что с этим делать, я знаю, что оно пройдет само. И если в первый раз вот на третьем месяце у меня это проходило долго, то есть неделя-полторы точно, больше недели это было, то сейчас эти эпизоды, ну, это один, максимум, наверное, три дня, когда вот я просто лежу такая трупиком, и я себя за это не ругаю, мне от этого не грустно, не плохо, я просто лежу и понимаю, что, ну, наверное, в этот момент мы создаем какой-нибудь орган вместе с моим организмом, и на это требуется чуть больше сил, чем обычно. Вот тоже хороший вопрос, какими средствами для увлажнения кожи животика пользуетесь? Я в этом плане параноик, то есть я очень люблю себя, я очень люблю свою внешность, и я очень парюсь за себя и свою внешность, и хочется, конечно, ее максимально сохранить. И как только я узнала о беременности, на сроке 2-3 недели я буквально на следующий же день купила масло от растяжек. Я пользовалась Веледой и пользовалась и пользуюсь Bio Oil. В сравнении мне больше нравится Bio Oil, мне нравится больше, как оно впитывается, как оно ощущается на коже. В общем, я использовала бутылочку Веледы, попробовала потом бутылочку Bio Oil и остановилась на Bio Oil, и по сей день, каждый день с утра и вечером, как мантра, как вот, я не знаю, я могу не умыться, образно говоря, но я не позволю себе не намазаться маслом. Я обливаю вообще все, грудь, живот, бедра и вот живот, переходящий в спину, скажем так, то есть спину на уровне живота я тоже обмазываю маслом, потому что растяжки могут начаться оттуда. Не забывайте про эти зоны тоже, мне много кто из девчонок писал, что у них растяжки появились именно там. И я скрещиваю пальчики и очень сильно надеюсь, что вот эти мои труды и старания бесконечного увлажнения кожи все-таки дадут коже ту эластичность, которая позволит, скажем так, не разорваться моей несчастной кожи на животе, которая очень сильно сейчас уже начала растягиваться. И очень надеюсь, что получится таки пройти беременность без каких-либо визуальных дефектов в будущем, с которыми придется долго работать. То есть я, с одной стороны, очень радуюсь, что растяжек нет, что пока что у меня все работает и все хорошо, с другой стороны, я морально все-таки, наверное, уже за почти 7 месяцев подготовилась к тому, что да, это может случиться, да, растяжки могут появиться. Мне от этого неприятно, мне от этого грустно за себя, за свое тело, за свой внешний вид. Но я понимаю, что мы живем в такое технологичное время, в плане того, что косметология на таком топовом уровне находится, что бояться просто нечем, и все это можно убрать. Если сильно, например, повеснет кожа на животе, то есть операции для этого. Да, это неприятно, это наркоз, это восстановление, но с этим можно работать. Если появятся какие-то растяжки, то да, это долгий курс шлифовок, возможно, уберутся не на 100%, а на 80%, но с этим тоже можно работать. Были бы силы, желания и возможности. Поэтому силы, желания, возможности у меня есть, и я считаю, что париться мне особо в этом плане нечем. Я совсем в любом случае справлюсь. Ну а даже если не справлюсь, это будут растяжечки какие-то, благодаря которым появилась новая жизнь на свет, и это тоже очень важно. И вот эти вот все установки, на самом деле, очень важно себе, мне кажется, прорабатывать их в себе до родов, до того, как эти растяжки появятся. Вы должны с ними смириться до того, как они у вас появились. Иначе, если они появятся, а вы к этому не готовы, это будет очень сильный стресс. Потому что я понимаю, как для многих девушек, для большинства, точнее, девушек важна их внешность. И, конечно, хочется оставаться максимально долго молодыми, красивыми, там, стройными, подтянутыми, без дополнительных растяжек. Но нужно с собой работать. Нужно с собой работать и самостоятельно. И я еще раз рекомендую от всей души с психологом. Кстати, я занимаюсь психологом, у которого есть специализация дополнительная, перинатальный психолог. Это именно психолог, работающий, в том числе, с беременными девушками и с, там, недавно родившими девушками, который получил дополнительную специализацию вот по всем этим родовым детским заморочкам. Дашенька, какая диета? Вы почти ничего не набрали. Восхитительно. Большое вам спасибо. Конечно, я не могу сказать, что я ничего не набрала, потому что сегодня я взвесилась, и на весах я увидела уже вес плюс 14 килограмм. Плюс 14 это в целом дофига. Но я, естественно, наблюдаюсь у врача. У меня одна из лучших врачей в Москве. И я тоже слегка обеспокоенно задавала ей эти вопросы. Не слишком ли намного я поправилась. И так как она видела меня на начальных прям сроках, и она видела, какая я была худая, она говорит, Даш, у тебя был такой недобор веса, что, как бы, твой набор сейчас нормальный. Потому что изначально ты восполнила недобор, а потом ты уже начала набирать. И здесь не весь вес от беременности. Здесь просто организм сначала набрал, скажем так, свое. И для сравнения, например, месяц назад у меня было там пять с половиной месяцев беременности, у меня было уже плюс 10 килограмм. И сейчас у меня шестой с половиной, и у меня плюс 14 килограмм. Где-нибудь по экрану я пущу свои фотографии, где вот я просто худая 56, и где я, допустим, плюс 10 и плюс 14 килограмм. У меня есть фотографии прямо в одном ракурсе, чтобы вам было видно наглядно. Я на самом деле безумно довольна своей фигурой, своей формой. Я все еще вижу свою талию, несмотря на то, что у меня седьмой месяц беременности, у меня до сих пор красивые ключицы. Не знаю, сейчас видно или нет, как там свет падает. Здесь ключицы до сих пор такие выдающиеся, красивые. У меня не сильно поплыло лицо, то есть овал у меня в порядке. Да, у меня стали покрупнее ножки, но у меня приходил массажист недавно домой и сказал, что все-таки большинство из этого это водичка. Меня это, конечно, очень сильно вдохновило, потому что ножки действительно подросли. То есть вы видите, что если до этого у меня такие красивые просветы, скажем так, между ляшечками были, то сейчас они постепенно исчезают. Мне не очень комфортно с этим. Но и я не так много ношу длину мини, чтобы сильно на это заморачиваться. Я уверена, что я рожу, буду кормить и, собственно, все должно пройти. Если не пройдет, буду фигачить в спортзале. Ну что поделать? Такой период сейчас, когда на самом деле голод, вот про голод еще хотела поговорить, он такой лютый, что ты готов на то, чтобы поправиться. Готов на то, чтобы потом год фигачить в зале. Но ты так хочешь есть невыносимо, что ты готов на это, на эти жертвы, скажем так. По поводу голода тоже расскажу вам. Я вам рассказывала, что я очень сильно похудела на интервальном голодании 16 на 8. Это когда ты кушаешь 2 раза в день. И между двумя этими приемами пищи разрыв в 8 часов, то есть, допустим, я завтракаю в 10, ужинаю там в 6 часов вечера. Между этими приемами пищи ни внутри дня, ни после в 16 часов ни одной калории не должно быть вами поглощено. И я в этом режиме жила больше года, очень хорошо похудела, где-то 13 килограмм я сбросила. И первые месяцы беременности у меня организм не требовал Даши жри все, что не примит гвоздиком. Я спокойно, без жертв для себя и для ребенка, я продолжала питаться на интервалке. То есть, я решила, что если у меня организм начнет просить больше еды, чем я потребляю, я буду ему ее давать. Но насильно заставлять себя питаться 4 раза в день я не буду. Именно так я и сделала. То есть, пока организм у меня довольствовался двухразовым питанием, я питалась 2 раза в день на интервалке. Потом мы приехали в декабре в Москву, и где-то вот к концу декабря у меня начался лютый жор. Я недели 2, наверное, ела по 5 раз в день. Я не могла остановиться просто. Я хотела все. Я заказывала всю любимую еду из ресторанов. Я не могу сказать, что у меня какая-то там особая диета. У меня только, наверное, из стандартного это завтраки. На завтрак я ем либо 2-3 сырничка, чаще даже 2. То есть, мне очень важно позавтракать, но я не ем много. У меня организм привык, что я не ем много. И стакан капучино, и витаминки, все. Или как вариант, я иногда ем зерновой такой хлебушек с авокадо, с сливочным сыром легким и с лососем. И так как лосося копченого вроде бы он в такой серой зоне, его вроде можно, а вроде нельзя беременным. Я лосося чаще всего заменяла на индейку. Но иногда, когда сильно хотелось копчененького лосося, я, конечно, его подъедала. Только если раньше там я открывала упаковку и могла ее есть 3-4 дня, несмотря на то, что на упаковке написано там срок хранения открытого лосося 48 часов, это двое суток, я могла его там 3-4 день как-то доесть, потому что он прекрасно себя чувствует, и производитель чаще всего это пишет для перестраховки. То сейчас, если я открываю упаковку лосося нарезанного, то я ем его строго 2 утра, и все. После этого, что остается, я выкидываю, к сожалению, потому что такие риски лучше на себя не брать все же. Так вот, приехав на Бали, мы всю зиму провели на Бали, я продолжила легко для себя придерживаться снова двухразового питания. Это произошло очень органично, то есть у меня внезапно закончился этот жор, и я начала есть 2 раза в день снова простой какой-то тоже завтрак, типа авокадо-тоста, и ужин в разных местах. То есть это мог быть мясной ресторан, это мог быть рыбный ресторан, много полезного всякого, рыбку, мяска. Ну, на самом деле, не только. Я ела и пельмени, и равиольки всякие, и пасту. То есть не могу сказать, что я чего-то конкретного придерживалась, просто я ела по желанию. Но, вернувшись в Москву в феврале, в конце февраля мы вернулись, у меня снова начался жор. Возможно, эта погода так влияет, то есть на Бали тепло, комфортно, и не хочется так много есть. И в Москву я приехала в эти холода, и захотела сильно кушать. И начала есть примерно, наверное, 3-4 раза в день. И, как я уже сказала, я для себя приняла еще давно решение, что я буду есть столько, сколько требует мой организм. По возможности стараюсь. Там дополнительные какие-то приемы пищи. Есть, допустим, греческий салат. Я режу себе помидоры, огурчики, фету, и делаю заправку из выдержанного бальзамического уксуса и оливкового масла. Все это перчик, солька и вот такой тазик делаю себе, чтобы я точно наелась. И весь этот тазик сметаю. Это меня спасает, ну, на часа 2, наверное, потом я снова хочу есть. Я закупаю постоянно какие-то йогурты, смузи полезные, чтобы не все там 4-5 приемов пищи я именно ела блюда какие-то. Я стараюсь все-таки это разбавлять более легкими перекусами. Ну и чем дальше, тем больше хочется кушать. Это что уж скрывать. Я сейчас могу поесть, ну, наверное, 4 полноценных приема пищи в день плюс парочку перекусов. И я не вижу особого смысла с этим бороться, потому что я не чувствую, что я переедаю. Я чувствую, что я даю своему телу ровно столько, сколько ему нужно для создания целого, блин, человека. Там внутри растет человек. Он сегодня размером с папайю весит килограмм. Это же просто охренеть можно. Я иногда, когда об этом думаю, это просто не помещается в моей голове. Настолько это всеобъемлющие какие-то огромные сумасшедшие факты, что в это трудно поверить. Поэтому я даю своему телу то, что оно хочет. И я питаюсь очень интуитивно. Если я хочу заказать крошку картошку, я заказываю крошку картошку. Если я хочу сварить пельмени, я варю пельмени. Если я хочу неделю есть полезную рыбу, я неделю ем полезную рыбу. Моя диета, вернемся к вопросу, она больше интуитивная. Она не какая-то конкретная прописанная. Чтобы дополучать все микроэлементы, я пью витаминки. Сейчас будет не реклама витаминок, просто вам скажу, что я пью. Но лучше, конечно, консультироваться со своим врачом. Я пью фемибион. Пила фемибион 1 первый триместр. И фемибион 2 второй и третий триместр тоже продолжаю пить. Чтобы я немножко заморочилась, что как будто я не додаю микроэлементов всех нужных ребенку. Потому что мое питание, возможно, не такое разнообразное, как надо бы. И я решила принимать мультивитамины. Ну, естественно, проконсультировалась со своим акушером-гинекологом. И она мне на это дала добро. Следующий вопрос. Даша, как вам ощущения, когда ребенок толкать начинает? Ну, это чудо, девочки, на самом деле. Постараюсь где-то найти видео. Я прям сняла на видео первые пиночки. И я, честно говоря, когда была на Бали, у меня были такие резкие боли. Вот как будто вас в живот, не знаю, ножом пихают. И вот такая вот боль была периодическая. И я думала, что это и есть пиночки. И у нас очень милая девушка, которая хозяйка отеля, где мы жили. И она у меня постоянно спрашивала. Даша, ну как, ребенок уже начал пинаться? Я говорю, ну вроде да. Она говорит, и как ощущения? Я говорю, ну больно. Она говорит, как больно? Это же должно быть похоже на рыбок. It's like fishes. Я говорю, какие fishes? Мне так больно, мне так прихватывает живот, что ну вряд ли это похоже на fishes. В общем, это все были не пиночки, оказывается. Это были какие-то сокращения, видимо, матки. Она там растет, расширяется и так далее. То есть какие-то изменения перемещения органов в организме. Если вы, кстати, не видели, как перемещаются органы внутри женского организма во время беременности, настоятельно рекомендую посмотреть такую короткометражку. Потому что внутри у нас происходит целый коллапс. Там все органы просто сдавливаются в разные места. И неудивительно, что у меня были какие-то вот эти колки ощущения внутри. А пиночки я уже почувствовала здесь, в Москве. Это у нас с вами был, получается, март. Наверное, это было начало марта. И я просто обалдела, когда я в первый раз поняла, что, боже, вот про что мне говорила Дви. Это вот эта вот девушка. Что это реально как рыбки. Это как будто ощущение, что у вас в животе аквариум. Там плавают рыбки. И иногда рыбки просятся наружу. Вот примерно ощущения такие. Это очень мило. Иногда я могу даже с ребеночком, получается, так пообщаться. Я могу вот так вот слегка вот так вот похлопать по животу, погладить. И он такой хоп, мне там пиночком отвечает. В общем, это удивительно. У меня появилось какое-то невероятное чувство внутри. Я про него слышала от других девчонок, от других мам. Это такое чувство, что даже когда ты один, ты больше никогда не один. То есть даже когда я остаюсь там одна дома или что-то просто, не знаю, в душе, чищу зубы, что угодно делаю, у меня больше никогда нет ощущения того, что я одна. То есть у меня всегда есть ощущение, что вот он внутри меня малыш, который теперь всегда со мной. Посмотрим, что будет, когда он родится. Пока что мне сложно это, конечно, представить. Для меня это все как открытый космос. Очень все в новинку. Учитывая особенно то, что я была, скажем так, child free, в кавычках, что я никогда не думала, что у меня будут дети. И тут появилось в последние годы это внезапное желание с правильным человеком рядом. И так как я никогда не интересовалась, я ничего об этом и не знаю, поэтому поверьте мне, я даже ни разу на руках маленького ребенка не держала. Это настолько для меня будет вот на сто процентов в новинку, что я в большом предвкушении. Немножко, это даже не страшно, это не страх, немножко волнительно, вот. Точнее, очень, множко волнительно. Но это такое приятное волнение, у меня нет паники, у меня нет каких-то сумасшедших страхов. Я не знаю, у меня ощущение, что я не поддаюсь на все это. Я не поддаюсь на все вот эти общественные уловки, говорящие о том, что вот, там, беременность это сложно, материнство это сложно, да вся твоя жизнь изменится навсегда, да ты больше никогда не будешь принадлежать себе. Я во все это не верю. И пока что, пока что моя беременность, например, она доказывает то, что, блин, а может быть по-другому. Может быть так, что ты не лежишь плашмя 9 месяцев, а ты ведешь вполне активный образ жизни. Так же работаешь, классно выглядишь. Потому что многие говорят, что вот беременность женщина какая-то становится там как кит-косатка, некрасивая и так далее. Я себя чувствую невероятно красивой. Вот я смотрю на себя в зеркало, и я богиня, просто богиня. И меня не смущает даже, что на мне ничего не застегивается. Я придумала новые какие-то луки. Я нахожу в этой беременности вдохновение вместо того, чтобы искать в ней какие-то негативные стороны, чего я и желаю всем девчонкам. Не ищите сложности, не проецируйте на себя сложности. Попробуйте просто мыслить позитивно. Как бы банально это ни звучало, я понимаю, что да, это база, это банально. Но это работает. Это работает, когда вы себя настраиваете на то, что у вас все это пройдет классно, легко и в удовольствие. Пока что я себя настраиваю именно так, и именно так у меня все это и проходит. Где наблюдаете беременность? К сожалению, никто не платил мне за эту рекламу, и миллионы моих денег там оставлены. Но действительно настолько мне нравится клиника, что я готова ее безвозмездно порекомендовать. Это «Мать и дитя» на Севастопольском. Я наблюдаюсь там, наблюдаюсь у всех главных, скажем так, специалистов. То есть это либо какие-то зав. отделения, либо это как узисты, которым по полгода запись вперед. В общем, у очень хороших специалистов, очень всеми довольна, и всем в клинике тоже довольна. Были ли предчувствия мальчика или девочка и совпало с тем, кто в животике оказался? У меня были определенные ожидания, но они не совпали с тем, что в итоге оказалось. То есть предполагали мы одно, а оказалось другое. А что это было, я расскажу в другом видео. В другом видео расскажу вам про пол ребенка, и покажу какие-то кусочки с гендерпати, и поделюсь с вами всеми своими эмоциями и впечатлениями от этого события. Дашуля, проходишь ли ты какие-то курсы для беременных, готовишься ли к родам? Я очень много всего изучала и изучаю, то есть какие-то статьи, видео на ютубе, слушаю врачей. Я начала изучать все это еще, наверное, в декабре, и продолжаю периодически по сей день. Особенно на Бали у меня был месяц один, когда я просто могла целыми днями только и делать, что изучать информацию и смотреть какие-то видосы. Поэтому я уже достаточно сильно напиталась какой-то инфой, но буду еще дополнительно что-то проходить. Есть мысль пройти курс гипнороды. Если вдруг кто-то проходил, обязательно отпишите мне в комментариях, потому что я пока не до конца уверена, хочу я делать эпидуралку или нет. И я слышала, что именно вот гипнороды хорошо помогают справиться вот с этой невероятной болью на схватках, как раз без эпидуральной анестезии. Если вдруг вы проходили, и поделитесь, пожалуйста, своим опытом, я буду рада. И также, помимо этого, хочу пройти несколько занятий с доулой, с определенной, именно по партнерским родам, чтобы знать, как это, что это, чем партнер может помочь, как правильно дышать и так далее. Это хочется сделать все вживую, и вот сейчас как раз я в процессе переговоров с одной девушкой замечательной, и хочу у нее взять такое занятие. Такие чудесные игрушки на сумочке у вас. У вас будет два малыша. Хотела ответить на этот вопрос правильным ответом, но не буду. Я сохраню интригу до видео про гендер-пати и про пол ребенка или детей. Посмотрим, что у меня там в животике. Ух ты! Покажу вам, кстати, где-нибудь по экрану фотографию этих самых замечательных игрушечек. На самом деле, это тренд этого сезона. Так, это вообще канал про моду. Давайте про тренды. Тренд этого сезона – это разные брелоки и подвесные игрушки на сумке. Вешайте в неограниченном количестве, миксуйте разные металлы, жемчуги, вязаные игрушки, пластиковые игрушки. Короче, мешаем все вместе. У меня вот эти вязаные все брелоки, они от бренда «Связать». Это российский классный бренд. Делали глюкозотолерантный тест? К слову, о моей волшебной диете. Очень хочется сладкого. Каждый день я каждый день себе его позволяю. А для того, чтобы сдать глюкозотолерантный тест, нужно хотя бы 1-2 дня не есть сладкое. Желательно, чтобы тест показал правильный результат. И я каждый день говорю себе «Даша, ну вот сегодня, тот самый день, когда ты начнешь не есть сладкое, и у меня снова не получается». В общем, видимо, пока меня сроки не будут поджимать по глюкозотолерантному тесту, я, наверное, так его и не сдам. Но в ближайшую неделю, на самом деле, планирую, сдам. Но я не хочу заморачиваться на эту тему. Столько у меня запуганных девчонок этим беременным диабетом. На самом деле, я узнала у своего врача, что это достаточно недавние показания ВОЗ. То есть, раньше никто это вообще не проверял, и все нормально так жили. А сейчас это стали все сильно контролировать по каким-то определенным известным им причинам. И очень сильно запугивать девчонок, что это все страшно плохо, и вот у вас теперь только определенная диета. Сомнительно мне все это выглядит. Я думаю, что даже если вдруг глюкозотолерантный тест покажет мне, что у меня там какой-то беременный диабет, я возьму себе глюкометр, который постоянный вот сюда на руку, и буду сама в приложении контролировать, потребляя пищу, как у меня скачет глюкоза. И сама смогу с этим справиться. В общем, план пока такой. Витамины, что назначал врач. Блин, я считаю, что это максимально некорректно говорить, какие витамины я принимала и принимаю, потому что у каждого свои дефициты. Мои дефициты, не ваши дефициты. Вам нужно сдать, если вы вдруг узнали, что вы беременны, сдать все анализы на все дефициты по всем микроэлементам, и уже, исходя из этого, выбирать себе витаминки, и то не самой, а только под наблюдением вашего лечащего врача. Потому что все дозировки и все остальное, это очень важно, чтобы вам назначал это врач, и не занимайтесь самолечением. Были ли признаки беременности до задержки? Это смешная история, я хочу ее рассказать. Кажется, это было... Да, это было в тот же день. Мы сидели с подругой, работали. Я сделала вот этот первый тест. И он подождал 3 минуты, он ничего не показал. Показал одну полоску, мы пошли дальше работать, она потом от меня ушла. И я ей пишу, блин, Настя, очень хочется кальмаров, сушеных кальмаров. Господи, девочки, я не ела сушеных кальмаров лет, наверное, 15, вот не меньше. Раньше я их любила, но это было настолько в далеком, глубоком детстве. И я заказываю себе реально этих кальмаров в лавке. И я съедаю всю эту пачку с такой жадностью. И в этот же вечер, собственно, я нахожу этот тест, на котором призрачная вторая полоска. Делаю следующий тест и узнаю, что я беременна. В общем, это был, пожалуй, единственный признак того, что я беременна. Мне внезапно захотелось сушеных кальмаров. Так что у нас теперь такая местная внутренняя между друзьями шуточка, что если вдруг тебе захочется кальмаров, ты точно знаешь, что с тобой происходит. Болел ли живот? Если да, то какого рода боли, сильно ли? Вот я как раз рассказывала, что у меня очень сильные были, видимо, сокращения в матке. Прям такие колющие, режущие боли, да, и не один месяц. Но не паникуйте слишком сильно. На самом деле, мне потом врач сказал, что это может быть от нехватки прогестерона на этот момент в организме. Тоже не занимайтесь самолечением. Если вдруг у вас что-то болит, режет и так далее, идите к к кушерогинекологу. И, скорее всего, вам пропишут прогестерон. Но самолечением тоже не занимайтесь. Я принимала, потом, когда у меня вот такие боли начинались, я принимала одну таблетку прогестерона и все проходило. А уже во втором триместре организм сам вырабатывает достаточное количество прогестерона для того, чтобы у вас этих болей больше не было. И у меня действительно со второго триместра эти боли прошли и больше меня, собственно, не посещали. У вас будет няня? Да, вот вопрос, на самом деле, очень классный, потому что я вам скажу честно, что я человек-перестраховщик в каком-то плане. И я понимаю, что если бы у меня не было возможности материальной, физической, моральной, любой другой заранее знать, что да, у меня будет няня, я не знаю, как бы я решилась на детей, возможно, я никогда бы не решилась. Потому что я столько наслышана про вот эту знаменитую потерю себя, что у тебя больше нет времени даже в туалет сходить и выглядеть ты будешь плохо, красиво одеваться больше не будешь и так далее, и так далее. У меня, наверное, так закрепился вот этот страх потерять себя, да, потерять собственное личное время, потерять работу, социализацию, что без няни я бы на это не решилась. Поэтому, да, я уже договорилась с няней, и с первого дня, то есть прям с роддома у меня будет няня, я не хочу быть одна брошена в это непонятной, точнее не одна, а с мужем, как бы у нас у обоих не было детей, мы ничего об этом не знаем. И одними быть брошенными в эту пучину непонятного, прекрасного, но совершенно неясного. То есть новорожденный ребенок, он настолько маленький, что мне страшно до него дотронуться, мне кажется. Что вот до него дотронешься, а он рассыпется. Он настолько хрупкий и маленький. И мне очень важно, чтобы рядом был человек, который мне будет подсказывать, помогать мне, направлять меня. И помимо этого будет освобождать мое время для того, чтобы я поспала, вышла, погуляла, проветрила голову, сходила в ресторан, накрасилась, поработала. В общем, мне безумно необходим такой человек. Плюс, помимо этого, я пока что вот здесь я уже не знаю, это я буду смотреть по факту, насколько мне хватает 8 часов в день няня, если вдруг этого будет не хватать. Например, и ночью, ну, мало ли, ребенок будет супер беспокойный, и ночью он будет не спать, да. Я знаю, что залог моей успешной жизни это выспаться. Если вдруг я перестану спать, ну, плохо будет и мне, и всем, и моей работе, и, ну, все пойдет наперекосяк. Поэтому, если вдруг такая ситуация случится, что ребенок будет беспокойный, и моя возможность спать, она закончится, то я думаю, что я буду сцеживать просто молоко, или мы перейдем на смеси, и у нас будет дополнительно ночная няня, которая будет спасать меня в этот период. Но это все пока что, знаете, вилами по воде, уже посмотрим, как будет по факту, но я на 100% уверена, что я не оставлю себя в такой ситуации, что я не сплю ночами, там, несколько недель. Или месяцев подряд, я за делегирование, я за то, чтобы хорошо себя чувствовать. Я считаю, я уверена в том, что мама со здоровой психикой равно ребенок со здоровой психикой. Если мама не будет спать, это я, то здоровой психики у мамы не будет. Соответственно, на ребенке мое состояние 100% скажется. Поэтому мы одеваем маску сначала на себя, потом на ребенка, потому что именно от вашего самочувствия зависит самочувствие вашего дитя. Здравствуйте, ПДР. ПДР у меня на середину июля. Не буду называть конкретную дату, потому что зачем. В общем, на середину июля. Никто практически не рожает свою дату ПДР, поэтому это достаточно бестолково. То есть рожают там на неделю-две раньше, на неделю-две позже. Поэтому как будет, так будет. Будет либо рак ребенок, либо лев. Но чтобы до льва дожить, там нужно еще лишних две недельки доходить, поэтому не совсем уверена, что мне этого хотелось бы. Но посмотрим. В любом случае, ребенок летний. Так, интересные вопросы у меня закончились. Я сейчас сижу, думаю, что я вам еще не дорассказала. Вы знаете, вот особенности все у меня, наверное, были в первом триместре. Во втором триместре все настолько спокойно, настолько вот я просто живу свою жизнь. Единственное, что я прям чувствую, я стала более ленивой. Я больше выберу просто полежать, отменить работу. И я уверена, что я делаю правильно в плане того, что если мой организм с утра вот я проснулась, я чувствую, что, блин, что-то нет сил. И, значит, нужно с организмом договариваться. Договариваться так, что, окей, значит, сегодня мы будем лежать. И я отменяю все дела, все встречи, всю работу и просто отдыхаю. И я вижу, как мой организм, он благодарный, он меня за это вознаграждает. Потому что если в один-два дня у меня нет сил, потом я могу переделать вообще всю работу на свете и приготовить завтрак, обед и ужин, и, не знаю, убраться и так далее, так далее, так далее. То есть все очень компенсируется организмом. И если вы будете давать ему должный отдых, должное внимание и заботу, я уверена, что он вам отплатит тем же. Дисклеймер. В конце видео кто досмотрел, я прекрасно понимаю, что не все беременности одинаковые. Что мне в каком-то плане, в кавычках, там повезло. Я не считаю, что это полностью везение. Но, наверное, отчасти это и есть везение, что у меня вот так легко все проходит. Я в то же самое время уверена, что это большая работа над собой, над своей головой, над своими мыслями, то, как я себя чувствую в беременности. Но, безусловно, есть и факторы, от которых я не могла быть застрахована никак. Возможно, у меня мог быть токсикоз, например. Я бы чувствовала себя плохо и переживала бы эту беременность совершенно иначе. Но мне кажется, что токсикоз частично все-таки тоже завязан на вашей голове, на вашей, так скажем, мнюшности, на том, как вы себя настраиваете. Я себя настраивала быть максимально спокойной. И я действительно такая и есть. И моя беременность проходит именно так. Мне кажется, что если даже до беременности я была более беспокойная, чем в беременности, я стала еще спокойнее. И немаловажная роль здесь 100% психолог и большая работа над собой, над головой. Так вот, закончу дисклеймер. Беременность может быть совершенно разной. И я не хочу вогнать, наверное, девчонок, у которых тяжелая беременность, в состоянии того, что с ними что-то не так. С вами все так. Каждая беременность абсолютно уникальная история. Поэтому круто послушать чей-то опыт. Но будьте уверены на 100%, что вот ваш опыт, он будет совершенно другой. И, возможно, ничего из того, что происходило со мной, с вами не произойдет. Возможно, все будет совершенно отличаться. Поэтому слушайте, вдохновляйтесь, наверное, в какой-то степени, что беременность может быть и вот такой легкой в то же время. Не только тяжелые и грустные истории. А я, поверьте мне, посмотрела 101 тяжелую и грустную историю. И весь первый триместр я морально была готова к замерзшей беременности. Но этого не произошло. И я выдохнула окончательно. И я просто очень спокойно провела, наверное, всю свою беременность. Я тоже так сейчас говорю, что я прям вот напряглась. Нет, просто, наверное, фоном в моей голове было то, что я к этому морально подготовила себя. То есть, опять же, все люди разные. Кому-то это нужно, кому-то это не нужно. Мне это очень важно. Мне очень важно морально себя подготовить к плохому исходу. И тогда, если этот плохой исход случается, это не является для меня таким шоком. Конечно, шоком, но не таким. Он меня не разобьет на части, чтобы я потом не собрала себя назад. И поэтому я себя заранее готовлю к любому исходу, но настраиваю при этом позитивно. Это большая работа. Чтобы смочь сделать и то, и другое одновременно, это очень большая работа над собой. И поэтому, наверное, если вы хотите забеременеть, планируете беременность, или же уже на ранних сроках, я вам буду в первую очередь рекомендовать работать над собой, над своей головой. Ни витаминки, ни какие гинекологи, они вам не помогут в том, что ваша психосоматика, ваша голова может порушить. Поэтому в здоровой голове здоровый дух. И от здоровой головы начинается здоровое тело. Я уверена, что больше половины наших всех болезней это исключительно исходит из нашей тревожности и от нашей головы. Поэтому, девочки, работаем с головой, любим себя, успокаиваемся, приходим вот в это известное всем, но мало кто это делает, состояние дзена определенного, вот этой гармонии, баланса с жизнью. И тогда у вас все обязательно получится и будет хорошо. И даже если не будет где-то хорошо, вы найдете в себе силы это пережить и дальше снова войти в этот баланс. И хорошо обязательно в итоге будет. Я вас очень люблю всех. Целую, обожаю. Надеюсь, что вы досмотрели это видео до конца. Если досмотрели до конца, отпишите в комментариях. Мне интересно, сколько людей на таком длинном видео осталось до конца. В общем, обнимаю, целую еще раз. И скоро будет видео про гендер-пати. И раскрою вам, наконец-то, все-все карты. Пока-пока и до скорых встреч. С вами была Даша. И подписывайтесь на канал, кстати, если вы до сих пор не подписаны. Здесь про моду, про материнство, про бьюти, про... О, господи, какие большие. А я говорила небольшие. Вот смотрите, наклонилась, а тут... Ого-го! Бэйбик передает вам всем большие приветики. Вот такой он уже большой у меня на седьмом месяце. Но я чувствую себя неизменно прекрасной, роскошной и красивой. Вот, чего и вам желаю. До скорых встреч. Пока-пока. С вами была Даша.